Я надеюсь, что вам меня хорошо видно и слышно. У меня, к сожалению, небольшой технический сбой был, сложновато было подключиться. Если можно, напишите, пожалуйста, все ли в порядке, все ли видно и слышно хорошо. Вот, я надеюсь, что все работает. Да, все, спасибо большое. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – приемы для легкого обучения чтению и основы грамматики в начальной школе. На самом деле, поскольку мы будем говорить о системе Елены Васильевны Русиновой, то мы посмотрим не только на грамматику и на чтение, мы еще кое на что посмотрим. Но начнем именно с чтения, с грамматики, но еще полезные моменты посмотрим. Хорошо? И попробуем посмотреть именно на практические приемы, за счет чего эта система работает. Я думаю, что многие из вас знакомы с тренажерами Елены Васильевны Русиновой. Ну вот посмотрим как раз на то, как они работают именно как система, а не как разрозные отдельные единицы. Но если говорить об обучении грамматики и чтению, то, к сожалению, в начальной школе вообще есть свои особенности у учеников, которые вызывают сложности в обучении иностранным языкам. Во-первых, у школьников недостаточно радует абстрактное мышление. Как говорят психологи, разные психологи приводят несколько отличающиеся цифры, в том числе и российские, и зарубежные. Но они, в общем-то, сходятся на том, что абстрактное мышление в целом формируется примерно годам к десяти. Но все еще продолжает формироваться и дальше у подростков. Но вот основы закладываются уже к десяти годам в целом. Но мы-то английскому языку начинаем обучать раньше, а иностранный язык – это вообще вещь, которая очень связана с абстрактным мышлением. Там сплошные абстрактные понятия. И те же самые времена английского глагола. И прочие вещи. Ведь ученику нужно действительно понять, что такое действие, которое происходит в текущий момент. Что такое действие, которое происходит обычно. Чем они отличаются. А в родном языке такого нет. Говорят обычно, что, ну вы знаете, математика, например, это тоже очень абстрактная наука. В том плане, что цифры – это просто условное обозначение. За ними стоят понятия. И ученикам математику изучать тоже сложно. А чем же ваш английский отличается? Ну, хотя бы тем, что в начальной школе есть счетные палочки, с которыми можно изучать основу арифметики. А с английским языком так не получается. У нас счетные палочки не сработают. Поэтому нам приходится искать другие пути конкретизации абстрактных понятий. Вот посмотрим на эти моменты. У учеников не хватает общеучебных умений. Еще одна проблема. Причем, что, к сожалению, очень настораживает, это то, что, если мы с вами посмотрим на прежние федеральные обозначенные стандарты, то там про общеучебные умения говорилось. Универсальные учебные действия и так далее, и так далее. Именно общеучебные. А в новой редакции стандартов это понятие убрали. При этом проблема никуда не делась. Потому что ученики не знают, например, что надо делать, чтобы лучше запомнить, что надо делать, чтобы лучше понимать на слух, учиться и прочее. То есть это не столько обучение языку, сколько обучение на языковом содержании, на языковых примерах, приемом, которые помогают запоминать информацию. И вы знаете, я вот сейчас провожу вебинары для учеников, для школьников. И совсем недавно я проводил вебинар по обучению пониманию на слух. Как же научиться. И для многих студентов вузов это тоже вдруг оказывается открытием. То есть они не понимали, что такое понимать на слух, что для этого надо. Им казалось, что слушай звучащий текст, и все. И вот либо ты поймешь, либо ты не поймешь. И они даже не знали, сколько приемов и сколько других вещей существует. Если кому-то интересно, я проводил этот вебинар в Умскула Академии, поэтому можно посмотреть. Есть на YouTube-канале Умскула Академии, либо вот у меня в ВКонтакте профиль, и там есть ссылка. Еще одна проблема у учеников в начальной школе, это то, что им трудно запоминать правила и осваивать новую систему письма. Потому что не просто правила мы учим, их надо опять же приложить к жизни каким-то образом. А тут новая система записи, новый алфавит, транскрипция вдобавок. Получается, что ученики бедные, множество изучают... множество систем кодировок, с которыми они путаются. А нам с вами приходится как-то с этим справляться. Давайте посмотрим, как же с этим можем справляться. Поэтому давайте мы сегодня посмотрим на прием обучения чтению младших школьников в целом, вспомним про эти вещи, и на систему обучения грамматики, которая заложена в пособии Елены Васильевны Русиной. И еще парочку моментов посмотрим. Хорошо? Итак, давайте просто очень быстро пробежимся по основным подходам к обучению чтению вот с точки зрения техники чтения. Подходы на самом деле простые, и они нам все прекрасно известны. Во-первых, это метод звукобуквенных соответствий, это не подход, это метод, когда ученикам говорят, вот такой-то звук передается на письме вот такой-то буквой. И в англоязычной методике есть очень близкое понятие, которое называется phonics. И, к сожалению, когда я читаю какие-то обсуждения профессиональных учителей, я вижу, например, такие вещи, когда некоторые учителя, которые узнали это слово из англоязычных пособий, они говорят, вот, мы используем phonics, и какие тут еще могут быть звукобуквенные соответствия. И даже не задумываются о том, что это, по сути, разные варианты одного и того же метода. Почему они разные варианты одного и того же метода? Потому что второй магистральный метод это чтение методом целого слова. У каждого метода есть свои плюсы и минусы, естественно, как у любой другой вещи. Давайте мы посмотрим на эти моменты. Итак, давайте вот с чего начнем. Во-первых, вот это обучение методом звукобуквенных соответствий. А в чем разница между phonics и методом звукобуквенных соответствий? А давайте попробуем разобраться. Итак, в чем разница? Если мы идем от звука к букве, например, вот такой-то звук, вот какие буквы его обозначают, и учим сливать звуки в слова, то в англоязычной методике этот метод называется blended phonics. В Соединенных Штатах и synthetic phonics в Великобритании. Мы сейчас посмотрим на примеры. Если же мы идем от буквы к звуку и говорим, вот такая-то буква может давать такой звук при чтении, а в таком-то буквосочетании она дает такой звук. Ну, помните, как мы обычно объясняем букву C перед E, I, Y. Читается как S, например, слова S, S, X и так далее. Перед остальными читается как K, например, CAT. То это тоже вид phonics, только он называется analytical phonics в англоязычной методике. То есть, видите, два вида phonics. Blended phonics, synthetic phonics и analytical phonics. А все это, это тот самый хорошо нам знакомый метод звукобуквенных соответствий. Правда, есть некоторые особенности. Вот именно когда это называется phonics, есть парочка особенностей, на которые стоит обратить внимание. Как работает вот этот blended phonics? Сначала мы знакомим детей с названием букв и звуками. Затем учим читать и словать слова из двух букв. Потом из трех букв, из четырех букв и так далее. И очень часто здесь используются карточки с картинками и словами. Например, картинка, на которой изображена ящерица, крупно написана буква L, выделена цветом и написана, например, L is for lizard. Очень похоже на идею алфавитных карточек с картинками. Правда же? И дают, соответственно, вот такого рода буквосочетания. Посмотрите, пожалуйста. Например, сначала дети учатся читать звуки. Именно звуки, не буквы. Потому что мы здесь от звука и буквы идем. Потом они сначала по отдельности. А потом сливают. Потом, посмотрите, вот с этими же типичными выделенными буквосочетаниями они читают слова. То есть Вот такие вот вещи. Немножко напоминает рассказ Толстого Филиппох. Помните? Но, тем не менее, рассказ отображает то, как реально механизмы чтения работают. Точно так же посмотрите. Это как at, set, mat, fat, pat и прочие вещи. И опять очень знакомо. Немножко похоже на всякого рода reading drills. Правда же? Вот что важно, если мы обучаем таким образом? Важно произносить именно звуки, а не название букв. Потому что мы здесь идем от звука к букве. И звуки, что очень важно, должны звучать точно так же, как они звучат в слове, без посторонних отзвуков. Почему так? Потому что, ну, к сожалению, некоторые учителя делают ошибку. Когда они читают, они, например, вместо звука т, они давали какие-то отзвуки. Например, т, да, вместо звука д. И получается, что в жизни-то произносится именно звук т и сливается с другими. То есть это к, а, т, а не к, т. То есть никаких отзвуков быть не должно. И эти звуки можно произносить как по отдельности, как мы с вами видели, например, а, т, так и по типичным сочетаниям, постепенно сливая их в слово. И вот такое блендинг и происходит. Если вам интересно, я в конце дам вам возможность скачать презентацию, и вы можете посмотреть, как урок построен, урок обучения чтению, построен в рамках Blended Foundings. Хорошо? Там действительно довольно любопытно это все выглядит и совершенно четко и понятно. Вот похожий метод может вполне реализовываться в пособиях Елены Васильевны Русиновой. Но эти пособия не сводятся только к одному методу. Давайте мы попробуем разобраться. Начнем с первого тренажера по чтению буквы и звуки. Там 35 уроков. И они содержат не только некие тексты для чтения или даже буквы и сочетания, а именно... А именно... Они просто отдельные буквы... К сожалению, дети их быстро забывают. Здесь у нас в первом уроке буквы E, T, N и P, которые тут же позволяют создавать знакомые слова, новые. И посмотрите, у нас согласные буквы в транскрипции обозначаются синеньким цветом, синим, а гласные – красным цветом. Причем это можно не объяснять ученикам, что это гласные, это согласные. Не обязательно. Нам пока надо, чтобы они научились правильно эти звуки производить. Но посмотрите, как у нас это работает, разворот. У нас тут же появляются значимые слова TEN, NET, TEN, TET. Все можно изобразить. Вот здесь несколько сотен иллюстраций в этом пособии на 35 уроков. То есть все, что можно, все нарисовано. Затем посмотрите. Запоминай, читай, пиши. Вот у нас blending и происходит. Вот у нас слово TEN. Большими буквами написано, маленькими. То есть дети здесь не путаются уже, они легко начинают соотносить, например, большую букву B и маленькую букву B и так далее. И посмотрите, мы прямо показываем букву T, и мы показываем на звук. T, E, N, TEN. То есть вот у нас в чистом виде blended phonics здесь работает. Затем у нас дети тренируются написать сначала отдельно букву по строчке, большую-маленькую, затем только большими буквами слова, только маленькой. И в принципе это простая тренировка. А затем они отрабатывают, уже сами читают эти слова, но они соединяют слово и картинку. То есть для них это значимое упражнение. PET, NET, PEN, TEN. Затем они ищут слова, в которых есть звук P. Тут все легко и просто. А потом вот они, эти типичные буквы сочетаний, и вот те самые blended phonics. Посмотрите, E, N. Они учатся читать E, N, N. Сливают потом PEN. PEN, TEN и так далее. И поменяй буквы строчные на заглавные. То есть вот как это работает. Вот мы можем покрупнее с вами посмотреть, как работает, как выглядит вот это вот слияние, которое очень удобно показать. Поэтому если кому-то нравится работать с phonics, то вот у нас настоящая четкая основа для blending, для blended phonics. Если мы хотим объяснить традиционно, вот буквой И в закрытом слоге, это тоже у нас написано. Если мы хотим сделать упор на транскрипцию, у нас есть транскрипция. Не хотим делать упор на транскрипцию, ради бога, мы сможем прочитать и без нее. То есть с одной стороны, тренажер построен на совершенно четком, известном методе. С другой стороны, он оставляет довольно много места для гибкости. И вот с этим типичным буквосочетанием, посмотрите, пожалуйста, у нас есть и дополнительное чтение для каждых пяти уроков в тренажере. Всего, я напомню, 35 уроков. У нас есть задание на самопроверку, когда дети смотрят на картинку, соединяют ее со строчкой и пишут самоизученное слово. То есть здесь очень важный принцип. Все слова, которые дети учатся читать, пока им объясняются правила чтения, они все эти слова знают и видят. Когда у нас просто речь идет о списках слов для чтения в столбик, там упор только на чтение по правилам, там никакие слова переводить не надо, их запоминать не нужно. Это просто отдельные списки для чтения, там, где надо убедиться, что ребенок читает по правилу. Но отдельные буквосочетания читать мало, и отдельные слова, это, конечно, хорошо. Но у нас же есть предложения, а с предложениями начинаются проблемы. Дети приходят на УГ, и потом некоторые добираются до ЕГЭ, а проблемы с интонацией у них как были, так и есть. И интонация неверная, а интонационные ошибки засчитываются на экзамене. И не умеют делить на синтагмы, на смысловые группы, что не только к интонации к проблемам ведет, но и просто ребенку не хватает воздуха, когда он предложение читает, не знает, где паузы делать и прочее, прочее, прочее. Тем не менее, проблема лечится очень легко с помощью тренажера по чтению, но уже следующего, слова и фразы. И вот здесь посмотрите, как он работает. Тут есть коротенький справочник по фонетике. Дается разбор фонетических слов фонетический при необходимости. Но здесь мы учимся читать именно фразами. И посмотрите, как автор объясняет, не удаляясь в сложные объяснения. То есть одна из особенностей этой системы – это простота и практичность объяснения. Объяснение создается очень просто. Оно тут же привязано к иллюстрациям. Дети тут же понимают. Причем здесь нет ни одной иллюстрации, которая выходила бы за пределы жизненного опыта ребенка. То есть все, что могло быть для них абстрактным, оно вдруг с помощью этих тренажеров, становится очень конкретным. И посмотрите, детям объясняются и грамматические моменты. Называем предмет или животное в единственном числе с помощью фразы «it is a». Дословно фраза звучит так-то. Вот у нас пример «it is a pen». Вот у нас пример «it is a rose», «it is a cat». Но я думаю, если вы посмотрите на транскрипцию, то вы наверняка заметите кое-что необычное. Потому что к транскрипции, наогнем слову мы все привыкли. А здесь, посмотрите, у нас дается транскрипция всей фразы, как если бы это было написанное отдельное слово. Насколько это оправдано? Ну и дальше у нас грамматика идет. Посмотрите, в разговорной речи обычно используют сокращенный вариант. «it is a an» – неопределенный артикль, который означает «один, один из многих, любой». То есть мы тут можем объяснять, можем не объяснять более детально. Вот по объяснению неопределенного артикля указывает, что предмет один и прочее. И вот дальше посмотрите, пожалуйста, внизу странички с первым уроком. Вся фраза произносится целиком, как одно слово, с понижением интонации в конце предложения. То есть детям пока не говорят про смысловые группы, а тут вся фраза, она смысловой группой одной и является. Правда же? Но зато говорит, что она произносится вот так вот целостно. И вот у нас эти фразы. «it's an end», «it's an air», «it's a book», «it's a ruler» и так далее, и так далее. А детям надо сопоставить фразу с картинками. Для тех, кто сомневается, что детям это будет легко, не сомневайтесь, мы в предыдущем тренажере уже все эти слова узнали. Поэтому работа очень простая. То есть вот таким образом происходит постепенное обучение чтению. Оно основано на методе звукобуквенных соответствий, в той разновидности, которая в англоязычной методике называется «blinded phonics». Вот как работает. И отсюда получаются такие особенности тренажера. Дети читают осмысленно с самого первого занятия. Фокус тренировочных упражнений на прочтении вслух, а не на значении слова. Это вот там, где мы просто слова в стулке читаем. Там нам важно, чтобы дети типичные буквы сочетания запоминали и знали, как читаются. Слова запоминаются, те, которые у нас вводятся, через иллюстрации. И объяснения максимально краткие, понятные, и они доступны младшим школьникам за счет того, что это очень конкретные, не абстрактные объяснения. Эти же принципы положены в основу тренажеров по грамматике. Вот есть такой тренажер по грамматике для начальной школы. Это пособие предназначено для обучения грамматике английского глагола в временах present simple, past simple, present continuous, future simple. То есть то, что в начальной школе проходится. А также, естественно, отрабатывается глагол to be в этих временах. И здесь основная задача пособия, она очень простая. Здесь не требуются длинные какие-то правила заучивать, наизустили еще что-то. Здесь задача, почему это именно тренажер? Здесь вырабатывается автоматизм построения фраз в изучаемых конструкциях. То есть происходит автоматизация умения грамматического для формирования правильности речи. Как это делается? Давайте посмотрим. Посмотрите, принцип тоже узнаваемый вполне, правда же? Очень простое объяснение. Первый урок, present simple tense. Когда ученикам объясняют, каждый день мы совершаем множество действий, которые повторяются за дня в день. Просыпаемся, умываемся, завтракаем, куда-то идем, возвращаемся, играем, работаем, учимся, ложимся спать. Такие глаголы в английском языке называются daily routine verbs. Глагольная форма, с помощью которой можно рассказать в своих повседневных делах, называется present simple. Образуется эта форма очень легко. То есть обратите внимание, здесь авторское объяснение. Можно было бы говорить не о глагольной форме, а о времени, что, наверное, более правильным было бы с точки зрения традиционного обучения грамматики. Но здесь для ребенка все равно. Форма – это время. То есть автор пытается не погружать ученика раньше времени в мир грамматических терминов, потому что здесь задача именно автоматизировать и умение посмотреть, как это происходит. Даются примеры, которые понятны школьникам. Например, I get up at seven o'clock, we go to school, you play this game. То есть здесь нет ни одного предложения, которое выходило бы за рамки жизненного опыта ребенка. И объясняется, для кого-то третьего, нужно к основной форме прибавить окончание s. И вот у нас примеры. И есть несколько глаголов, которые образуют форму третьего лица с окончанием s особо образом. Но их немного. I have, he has. I do, she does. Вот у нас эти примеры. И затем посмотреть, что происходит. У нас пошла отработка. Прочитая предложение и сопоставить с картинкой. И вот здесь ученики видят те самые действия, которые они сами совершают. читают, сопоставляют. То есть, по сути, здесь вся грамматика построена на том материале, который дети на первом году обучения и изучают. И вот так идет работа потихонечку, усложняясь с каждым грамматическим временем. Посмотрите, в present simple несколько уроков с ним работает. Совершенно справедливо. Вот мы дошли до вопросительных форм. Но мы даем только о таких вопросах, говорим только дошли в третьем уроке, о таких вопросах, как when когда как часто. И приводится у нас на речи частотности и идет неспешная спокойная совершенно отработка. То есть, здесь автор делает так. В отличие от, к сожалению, существующих подробий и учебников целого ряда таких, вместо того, чтобы дать как можно больше информации в одном уроке в надежде на то, чтобы каратный ребенок потом запомнили и выплывет, автор здесь очень неспеша объясняет. При этом посмотрите, пожалуйста, объяснения в общем-то они очень похожи на то, как мы с вами на уроке стали говорить. Поэтому нам никто не мешает на уроке объяснить самим, если мы хотим. А затем ребенок дома может прочитать это объяснение, не перегружая себя на грамматическом термином на русском языке, но при этом привести вот эту работу, прочитая предложение и сопоставить с картинкой, делают, а затем посмотреть у нас идет тренаду. The presence in both hands. Как он работает? Посмотрите, пожалуйста. Коллеги, мне пишут, что тут двух фонит, но, к сожалению, я здесь особо ничего не могу сделать, встроенный микрофон вот так в двух берет. Надеюсь, что все-таки настроится. Это проблема, я боюсь, из-за не очень стоящего интернет-соединения. Посмотрите, пожалуйста. Дети составляют предложение, используя картинки и схему. Они их подсчитали, они про них проговорили, теперь делают самостоятельно. Затем вот они предложение составили, отрабатывают, затем берется другая схема, с которой они работают вопросительное и так далее. То есть вся грамматика раскладывается на набор довольно простых схем, с которыми работают ученики. И помните, мы говорили о том, что здесь задача добиться с автоматизма. Поэтому они очень быстро все вот эти вещи прочитывают. Where do you play chess? When do you play chess? Where do they play chess? Why do they play chess? И так далее, и так далее. Все вопросы, которые могут. Это на самом деле гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. У меня сейчас две ученицы задавали ОГЭ, вчера порадовали пятерками, но вы знаете, девятый класс, казалось бы, должны бы уже попросительные предложения знать фаратов. Он и учатся фаратов в московских школах. Тем не менее, все равно пришлось повторять, потому что их обучали структуре предложения, долго объясняли, но не хватало вот этого этапа закрепления такого довольно простого механического, который позволил бы отработать и затем все это легко произносится автоматически. Давайте мы с вами послушаем самого автора. Хорошо? Послушаем рассказ автора. Я сейчас включу, останавливаю пока демонстрацию экрана. Я прошу прощения, останавливаю демонстрацию экрана, запущу ее снова, но мы с вами посмотрим маленькое видео. Посмотрим, как оно сработает сейчас. Я надеюсь, что все будет хорошо у нас, все получится. Одну секунду, я сейчас включаю звук. Напишите мне, пожалуйста, коллеги, появилось, да, я вижу, что еще разрушается. Вот сейчас на экране, скажите, пожалуйста, появилось перед вами ее? Вот так сделаем. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате плюсик можно поставить. Вот развернулся на есть экран. Такс, я смотрю, у меня немножко появилось, я вижу. Спасибо. Давайте посмотрим. Я сейчас включу звук. Давайте проверим. Пойдет у вас звук. Здравствуйте, друзья. Я русинова Елена, автор тренажера по чтению. Скажите, пожалуйста, был ли звук, если был, было ли слышно, или было очень тихо? Нормально было слышно? Вот я вижу, плюсы, значит, звук был. Звук хороший. Отлично. Ну что ж, давайте мы тогда послушаем. Я для того, чтобы качество интернета было повыше, я на время этого видеоролика, он около 10 минут идет, где нам сама автор все рассказывает. Я на это время выключу свою камеру в английском языке. И давайте послушаем. Сейчас начнется. Здравствуйте, друзья. Я Русинова Елена, автор тренажера по чтению на английском языке. Для младших школьников. Метод обучения в этом пособии базируется на постепенном вводе букв и звуков. Причем читаем слова уже на первом уроке. Сопоставление буквы и звука, который эта буква передает, понятно ребенку, особенно, если он уже хорошо читает на родном языке. Постепенно добавляя новые буквы и соответствующие им звуки, ребенок учится читать легко и естественно, изучая все звуки английского языка и основные правила чтения. Новый тренажер по чтению я задумала как пособие для подготовки детей к школе по английскому языку, поскольку неподготовленные дети сталкиваются, к сожалению, с проблемами в изучении английского языка в школе. Конечно, родной язык должен быть в приоритете, поэтому приступ по чтению на английском языке следует после того, как ребенок научится читать по-русски. Новый тренажер по чтению состоит из трех частей. В первой части мы изучаем согласные буквы и звуки. Во второй части мы учимся читать слова. И в третьей части учимся читать фразы. В первых пяти уроках мы изучаем согласные буквы и звуки. Ставим правильное произношение. Учимся звучать как носители. Это очень важно, поскольку переучиваться будет сложно. В новом тренажере не предполагается запоминание слов. Мы не учим слова, мы их только читаем, вернее, озвучиваем. Основной упор должен делаться на правильном произношении звуков и чтении слов. Поэтому в первой части ребенок только повторяет за учителем или диктором согласные звуки. Слова не повторяет. Все объяснения лучше проводить в сравнении с русским языком. Сравнивать звучание как отдельных звуков, так и слов. Рассмотрим первый урок и букву ТИ. В первом уроке представлены альвеолярные звуки, то есть звуки, которые образуются в районе альвеол. Детям для простоты можно говорить про бугорки на небе. Учитель называет букву ТИ, произносит звук Т. Дети пробуют, повторяют. Необходимо объяснить детям, как правильно произнести этот звук. Нужно растянуть слегка губы, кончик языка ударить по бугорочкам. Также не забываем, что звук Т это глухой звук, то есть голос не участвует в этом звуке, зато есть небольшое придыхание. Т, Т, Т. Дети пробуют, повторяют за учителем. Т, Т, Т. Далее учитель произносит слова, начинающиеся на звук Т. Дети слова не повторяют. И здесь можно показать как раз различие английских и русских звуков, произнося английские слова по-русски и наоборот. Произносим по-русски и по-английски английские слова и пытаемся понять разницу. Тайга, тайга, чайга, чайга, тётл, тётл, чёртл, чёртл, тича, 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 тича. Также можно сделать обратное. Например, взять русские слова тигр и торт и произнести их по-английски. Тигр, 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 торт, торт, торт. Фонетический подход в начале обучения английскому языку я считаю главной задачей при обучении чтению. Это поможет избежать больших проблем в будущем при изучении языка, а именно к пониманию на слух и говорению. Во второй основной части курса мы учимся соединять звуки, слова, озвучивать слова, читать слова на определённые правила. Изучаем все 44 звука английского языка и не забываем о правильном произнесении звуков, изучая новые звуки и повторяя уже пройденные. В заданиях к урокам мы учимся читать слова на определённые правила, а также читать слова по транскрипции. Саму транскрипцию мы не учим никак. Мы только по ней читаем. Поэтому делать какие-то дополнительные упражнения на транскрипцию не стоит, тем более прописывать это в тетради. В курсе применён метод от простого к сложному. Начинаем с гласной в закрытом слоге и заканчиваем различными буквосочетаниями. Рассмотрим шестой урок. Гласная И в закрытом слоге мы показываем букву И и объясняем звук Э. Необходимо растянуть слегка губы и произнести Э. Э. Прочитываем слова для детей, которые начинаются на звук Э. Элефант, Элф, Эг, Элбоу. Но дети слова не повторяют. Дети учатся произносить звук, новый для них звук Э. Далее мы учимся соединять звуки подобно тому, как это делается в фониксах. Здесь нет полного копирования методики фониксов. И для русскоговорящих детей, только приступающих к изучению языка, методика это не очень подходит, потому что детям не хватает лексического запаса, а вернее этого запаса практически нет. Мы можем использовать два варианта чтения. Первый способ, он будет нам напоминать фониксы, то есть мы читаем слово с конца, а затем добавляем первую букву. Давайте прочитаем первое слово bed, читаем с конца э, д, эд, б, эд, бэд. Также можно читать слово сначала, как мы привыкли это делать в русском языке. Сначала мы озвучиваем каждую букву, затем произносим слово целиком. Обязательно повторяйте все звуки, которые входят в слово. Читаем. Буква бе говорит б, буква ии говорит э, буква дии говорит д, бэ, э, д, бэд. Аналогично читаем остальные слова. В третьей части пособия мы учимся уже составлять простые фразы, которые встречаются в начале изучения языка. В каждом уроке берется одна конструкция и на ней отрабатывается чтение различных слов. Большинство слов взяты из предыдущих уроков чтения. Слова не учим повторяю, но читаем не один раз, делаем повторы. Повторю еще раз, что основная задача это научиться правильно произносить все английские звуки и озвучивать слова в лобо в лобо в в лобо учить какие-то правила, учить слова. Всего этого делается рабочая тетрадь, пропись, прекрасно кстати выполненная издательством, титул, большая благодарность художникам, и за пособие из рабочего тетрадь. рабочую тетрадь можно приобрести отдельно, потому что в ней крупнопечатный шрифт, и он предназначен прежде всего для дошкольников. Если у вас уже дети учатся в школе, для них может быть большеватый этот шрифт будет, можно взять просто обычную пропись любую. В любом случае выбор за вами и вам решать, что нужно именно вашему ребенку или вашей группе детей. Чем хороша эта рабочая тетрадь, в ней уроки соответствуют урокам в основном пособие. То есть мы там прописываем именно те слова, которые есть в уроке. В конце пособия даны методические рекомендации небольшие для учителей и родителей. Также есть закрытая группа ВКонтакте, ссылку на которую вы получаете при покупке пособия. Здесь представлены несколько уроков, а также подборка видео для повторения звуков, так называемый фонетический алфавит и много других полезных видео. Также у меня есть группа ВКонтакте English для школьников, где систематизировано очень много дополнительных материалов для обучения именно младших школьников английскому языку. Также даются обзоры периодически моих пособий, моих курсов и всегда можно задать мне любой вопрос в личном сообщении, я всегда всем отвечаю, так что приходите, буду рада новым подписчикам и спасибо без внимания. Ну что же, уважаемые коллеги, мы с вами посмотрели авторский рассказ про тренажеры по чтению по письму для дошкольников, но мне бы хотелось обратить внимание вот на что. Мы с вами посмотрели на то, как работает эта система. Мы увидели, как она работает на уровне школы, где целых два тренажера, есть один за другим идут. Мы увидели, как она собрана на более простом уровне в тренажер для дошкольников. То, что мы увидели для дошкольников, тоже, в общем, может использоваться для ленинград преподавтический рекурс, либо это может использоваться для детей, которым нужно чуть-чуть побольше времени, чуть-чуть более тщательная или более простая подготовка. Поэтому, в принципе, мы можем выбирать, что и как мы сможем использовать. Если вам нужно это видео, вы сможете взять презентацию, пожалуйста. А я хотел обратить внимание еще вот на что. На самом деле тренажер по письму есть не только для дошкольников. Почему мы вдруг перешли? Мы говорили про чтение по грамматике, вдруг мы перешли на письмо. Потому что, к сожалению или счастью, но письмо, оно тоже неразрывно связано с обучением. Потому что для того, чтобы работать с грамматикой, надо не только уметь читать предложения, но и их написать. Правда же? И здесь идет работа сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это тренировок написания буквы слов, а во-вторых, это дополнительный повод запоминания чистотной лекции по темам начальной школы. То есть у нас действительно складывается система обучения. И обучение чтению, и обучение грамматике, и обучение письмо, готовясь к выводу тренажеров по фонетике. Кстати, где можно будет более активно работать с произношением. И уже к новому учебному году выйдет книга «Активатор лексики». То есть эта работа с лексикой, действительно, система начинает складываться, и она становится сторонней. И посмотрели, пожалуйста, как выглядит тренажер по письму. Это не просто некий профси, это есть вещи, здесь есть вещи, которые можно делать в классе, например, раскрасить прописными буквами, можно их просто попоказать, а затем работать уже обведи, обведи, скопируй, а предложить раскрасить можно на долг. Потому что всем детям интересно это расстраивать прямо сейчас на уровне для них всегда время есть. И посмотрели, здесь действительно есть разного рода задания. У нас есть и картины писания, то есть прилинг тоже самое работает. У нас везде алфаит напечатан внизу, причем в левой страничке разворота заглавные буквы и маленькие буквы правой страничке разворота. И посмотрите, пожалуйста, здесь есть вот такого рода задания. Собери алфаит, когда дети вроде бы играют у нас с паровозиком, надо пояс выстроить, но они повторяют последовательность букв. И у нас есть тематическая лекция, например, животные, учимся писать название животных, как веди, и допиши, вот у нас and dog и так далее, и так далее. То есть мы можем либо идти урок за уроком с этим тренажером по письму, либо мы можем брать его относительно тех тем, которые проходят с вашими учениками в основном школы. И, соответственно, это все легко можно найти. Ну что ж, коллеги, вот такой у нас обзор получился авторской системы Гелены Васильевны Луфкиновой. Мы послушали самого автора, где она рассказала о принципах на примере тренажера для рода школьников. Я не очень подробно рассказывал про тренажеры по чтению, поскольку их уже очень-очень многие знают. И я скорее свою задачу видел показать это именно, как система работает. Но мы видим, что вот эта система основана на авторских принципах понятности, доступности, постепенности, когда никакие примеры не выходят за пределы жизненного опыта ребенка, когда нет излишнего фокуса на формировках правил. Но, тем не менее, все объясняется простыми понятными словами ребенка, объясняется через действия. У нас постоянно ребенок что-то делает. Пишет, раскрашивает, рисует, соотносит, обводит. То есть работают все виды памяти. Правда же? Измерительная и аудиопамять, когда мы говорим, какие-то моменты проговариваем и слышим. Кстати, в некотором тренажере есть аудиозаписи, там где-то нужно. И, соответственно, у нас кроме вот этих моментов работает еще и мышечная память. И поэтому, вроде бы, такая система кажется простой и очевидной, но в этой простоте скрывается мистерство. Когда понимаешь, что в принципе можно доверить автору и работать шаг за шагом, и все получается. Ну что ж, коллеги, мы движемся к завершению. У нас был короткий вебинар, где мы просто знакомились с такими моментами. Мы будем продолжать говорить о таких вещах и в июне тоже. У нас будут еще вебинары. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите. Можете микрофон включить, задать вопрос, прокомментировать. Может быть, у вас опыт работы с какими-то тренажерами Елены Усиновой есть. Как положительный, так может быть и отрицательный. Всяк бывает, может быть, что-то не поднимает. И вы хотели бы поделиться опытом. Пожалуйста, с удовольствием можно все выключить и рассказать. Я обещал дать презентацию скачать. Давайте сделаем так. Я сейчас ее постараюсь отправить в чат. Я надеюсь, что получится. Хорошо. Я надеюсь, что сработает. Если есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, можно написать. И давайте я презентацию загрузку. Она совсем небольшая, всего чуть меньше двух мегабайт, поэтому скачивание займет буквально несколько секунд. И даже если вы посмотрите, устройство смотрит, она не загрузит у вас память. Сейчас она появится в чате. Одну секунду она загружается. Вот для тех, кто присоединился позже в начало, потому что у нас не все где-то там начало были или уже фотоциты меняются. Я напомню, мы в начале еще говорили про разные подходы к получению и мещению. Мы бы посмотрели на то, какие бывают лиды методов звуководных соответствий, какие бывают лиды фалликс, в чем они пересекаются, в чем есть различия и посмотрели на то, как они работают. Ну что ж, спасибо вам большое, коллеги. Если вопросов или комментарий нет, то мы тогда на сегодня заканчиваем. Я вам желаю удачного завершения учебного года для тех, кто еще работает. Я очень вам желаю удачи варажным ученикам, которые сдают сейчас в ОГЭ, сдали уже ЕГЭ, сдают. И в любом случае я желаю хорошего отдыха летом. Спасибо большое. До свидания.